Всем привет, друзья! Сейчас покажу вам, что я буду делать дальше с этими стойками, которые забрал на одном из магазинов. Получается, решил я не искать новое место для того, чтобы разместить данные аппараты. Буду немного модернизировать те стойки, которые у меня уже имеются. Получается, вот эти три колбы больших мы будем убирать в другие места. У меня есть две стойки, получается, вот такие большие, где 11 колб стоит. В итоге, что мы будем делать? Там, где у меня три штуки стоит, вверху вот таких вот больших колбы, мы будем делать четыре, получается. Одну сейчас заберем, поставим на одну из точек, где у нас стойка из шести аппаратов. Мы сейчас одну вот такую туда поставим, чтобы один вид игрушек у нас по 40 рублей продавался. А вот эти две колбы уберем большие на те точки, где у меня вот такие вот большие стойки. Вот сейчас как раз посмотрите видео, как это будет все выглядеть. Так как машины нету, сейчас пешком пойдем все это устанавливать. Установили одну колбу на одну из точек. Вот принесли, также поменяли, принесли одну сюда. Сейчас пойдем таким же образом вот эти две установим в другие места. Ну, сейчас, соответственно, увидите видео. Сейчас будем делать сверху четыре колбы. Сразу заодно покажу то, что вот столько купилось за месяц, ой, за месяц, за десять дней. Получается вот уже видно то, что мало наполнителя. Вот они. Ну, сейчас заодно как раз выручку посмотрим за десять дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, пришли мы с этой точки. Как видели, то, что много купили игрушек, жвачек тех же самых, четыре практически пустые колбы. Сейчас взял немного наполнителя, пойду вернусь на то же самое место, засыплю игрушки и пойдем устанавливать последнюю вот эту большую колбу на следующую точку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бывает, что товар уже приходится крепить капсулами, в итоге есть некоторые игрушки, которые уже раскрыты. И для того, чтобы засыпают, чтобы засыпают, чтобы засыпать, а именно брать порционно и закидывать. Вот таким вот образом, если будет какая-то видна открытая капсулу, сразу можно будет это заметить. Ну вот как раз про что я говорил, вот она открытая капсула. Ну вот, закинула целую упаковку, 250 штук. Одна только была открыта. Сейчас раздвинчики. И так же для привлечения внимания у детей вот такие кубики положим. Их чаще всего хотят достать, но из-за того, что они квадратные, пластиковые, их вверх поднимает. Поэтому они редко, когда выпадают. И поэтому сюда положим опять привлечение внимания. Один такой кубик сейчас стоит 10 рублей, даже больше. Все, ребят, сделали еще одну стойку. Поставили 4 аппарата сверху и засыпали наполнитель. Сейчас пойдем на следующую третью точку. Подготовили третью колбу. Сейчас пойдем на третью точку устанавливать четвертую колбу сверху. Установили мы большие колбы. Сейчас осталось установить маленькие колбы. Но прежде чем их будем устанавливать, немного поэкспериментируем. Будем делать продажу игрушек не по 20 рублей, а по 30. Я уже один монетоприемник поменял. Раньше вот эти игрушки мы продавали по 20 рублей. Сейчас будем по 30 продавать. Посмотрим, какие результаты у нас будут. Будем устанавливать на ту точку, которая приносит нам меньше всего прибыли. А как поменять монетоприемники с 10 рублей на 30 рублевые, вы увидите в следующем видео. Вот таким вот, ребят, образом переставили все автоматы в новые места. Модернизировали одну из точек, где было 6 аппаратов. Сейчас сделали 12 колб на одну из точек. Теперь, что я хочу добиться по результатам? Получается, с той точки, с которой мы забрали данную стойку из 11 колб, получается, в месяц она мне в среднем приносила... Ну, сколько я там каждый месяц? 1003, наверное, инкассировал уже с учетом сдачи аренды. Ну, вот это без чистой прибыли. Просто по факту пришел, проинкассировал около 3000. Ну, теперь я переставил данные аппараты. Получается, вот та точка, которая мне приносит меньше всего прибыли, получается, где-то в месяц она мне должна теперь приносить 1003. И вот эти большие колбы, которые я переставил на другие места, где сверху у меня теперь встало по 4. Вот так же, чтобы в каждой колбе там рублей хотя бы по 500 было в каждом месяце. И того, получается, у меня практически такие же результаты выходят, что и на той точке, с которой я забрал данные автоматы. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем пока! Спасибо за просмотр!